Самогон из винограда все знают. А если нет винограда? А давайте попробуем сделать из изюма. Давайте! Поехали! Здравствуйте, уважаемые винограды! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Дубрижар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все приборы, предпособления, ингредиенты, которые буду использовать в этом ролике, вы можете приобрести на нашем официальном сайте. Переделы по этой ссылке также наблюдают внизу в описании. Значит, сегодня я решил сделать самогон из изюма. Ну, вполне все логично. Винограда нет. Сейчас у нас что, февраль заканчивается. А кто-то вообще даже винограда не видел, живет где-нибудь там, ну, в отдаленных регионах. Все меня прекрасно понимаете, что я имею в виду. И, кстати, недавно буквально подписчик мне подкинул, по-моему, довольно-таки неплохой рецепт. Значит, смотрите. Нам потребуется 5 килограмм изюма. Он написал хорошего. Ну, как хорошего? Мне, опять же, буквально на днях, почему это обстоятельство и сподвигло меня снять этот ролик. Это был, скажем так, ключевой момент. В светофоре попался изюм. Он, по-моему, из Таджикистана. Такой вот темненький, пачка килограмм. Стоит меньше 100 рублей, где-то так вот. Вот он такой изюм. Ну, значит, я сразу вспомнил рецепт. Вспомнил, кстати, вы тоже частенько спрашиваете про это. После, кстати, как я выложил видео про виноградный моцерат, ссылка будет внизу в описании, вы стали спрашивать, а если сделать из изюма? Вот, кстати, появился вот этот рецепт. И вот светофор привезли. Я подумал, ну что, звезды сошли, сделаем, короче, самогон из изюма. Так вот, 5 килограмм изюма я купил из светофора. Жена, кстати, его купила еще до меня. Ну, ей что-то не понравилось. Она сказала, как она выразилась, довольно такой, она сказала, грязный, плов не сделаешь. Ну, а что делаю? Если плов не сделаешь, самогон ты сделаешь в любом случае. Так вот, у меня здесь 5 килограмм изюма, 15 литров воды, вот сюда я залил. И 2,5 килограмма сахара потребуется. Вот здесь лежит. Ну, в оригинальном рецепте 2,5 килограмма декстрозы. Но сейчас у нас как бы тенденция, я частенько вам говорю, что, опять же, вы мне говорите, что декстроза дорогая. Поэтому я частенько заменяю ее сахаром. Не вижу пока ничего страшного, но заодно и проверим вкус. Значит, также пачка дрожжей фруктовых или винных. Но у меня для фруктовых брах ест фрукт. Так, значит, что делаем с изюмом? Значит, за кадром я уже вскрыл пачки, залил горячей водой, ну как, не кипятком, ну, можно сказать, теплой где-то градусов, 50-60 на 30 минут. Затем слил, ополоснул холодной водой. Это я сейчас делал такие действия, чтобы избавиться от диоксида серы. Считаем, что изюм им обрабатывают априори, чтобы он лучше хранился. Ну, или там каким-нибудь другим препаратом, ну, неважно. В общем, сначала такой теплой водой, затем ополоснул холодной. И затем залил опять холодной водой, чтобы он набух. Вот он набух. Это я оставил уже на ночь. И вот сейчас пришел утром, изюм, в принципе, такой уже разбухший. Ну, по сути, восстановленная ягода винограда. В принципе, довольно сладенький. Довольно такие, я бы даже сказал, вкусные. Значит, что теперь делать? Теперь его нужно измельчить. Измельчить чем? Или мясорубкой, или же миксером. Ну, понимаете, 5 килограмм, а сейчас вообще, наверное, я думаю, тут килограмм 10. Миксером, то есть, в эту баночку закладываем виноград, включаем, он там измельчает, потом выкладываем. Мне кажется, мясорубкой будет удобнее. Поэтому приступаем. Вот это пока в сторону. Вот так. Здесь, в принципе, все как обычно. Так. Пропустил изюм через мясорубку. Получилась такая кашица такая. Не скажу, что приятный она вид. Ну, пахнет, в принципе, виноградом. Значит, поместил в емкость. Здесь уже, напоминаю, 15 литров воды. Также 2,5 килограмма сахара растворил. Тут, смотрите, такой момент. Померил плотность. У меня получилось 22 по Бриксу. Ну, на мой взгляд, как-то многовато. Поэтому я все-таки уже внес от себя тяну и долил еще 4 литра воды. Сейчас у меня здесь рефрактометр показывает 18. 18-19 уже. Сейчас скажу точно. Ну, пусть будет 19, хорошо. 19. Все-таки больше склоняюсь к 19. Здесь уже как-то 19 мне больше нравится. Тем более, сами понимаете, что очень много сахара еще в самом изюме. Вот, кашицу я сделал. Тут пока будут разрабатывать. Тут, не знаю, даже боюсь, чтобы как бы пачка дрожжей это все переработала. Ну, по крайней мере, все-таки полегче. Ниже 20 уже хорошо. Все-таки сахаристость высокая у этого изюма, надо признать. Даже пока еще без этого. Без переработки дрожжами, скажем. Посмотрим, какой будет выход у этого продукта. Даже самому интересно. Ну, на данный момент, знаете, пахнет реально каким-то виноградом. Ну, я бы сказал сушеным виноградом. Но это будет тавтология, потому что есть сушеный виноград. Изюм. Итак, значит, дрожжи я уже внес. Как я сказал, пачку дрожжей, турбофрукт. Ес. Остается ждать. Посмотрим, как заведется, как продлится брожение. И приступим к перегонке. Пока ждем. Так, смотрите. Прошла сколько? Ну, ровно неделя сегодня. Да, 7 дней. Брожение закончилось. Видите, поверхность чистенькая. Мезга от изюма опустилась вниз. Все признаки готовой браги налицо. Приступаю к перегонке. Перегонять буду с помощью фальжна, потому что изюма все-таки много. Поэтому устанавливаю фальжно. Выливаю прямо сюда. Все поместилось в одном кубе. Он у меня 37 литров. Прекрасно. Значит, перегонять буду в режиме подстил. Первый перегон. Как обычно, до крепости в струе 0%. Далее, в принципе, все как обычно. Перегнал брагу на прямотоке с одной медной насадкой. Посмотрите, что у меня осталось в кубе для интереса. Такая каша из изюма. Получил я 7 литров спирта сырца крепостью 35%. Вторую перегонку я решил сделать на самогонном аппарате с дефлегматором. С двумя медными насадками. Из расчета получить на выходе дистиллят крепостью 91%. Ну, как я обычно гоню чачу. Если кто забыл, как я гоню чачу, то опять оставлю ссылку внизу в описании. Правда, тела получилось у меня немного. Всего в районе 2 литров крепостью, правда, 91%. Как я и хотел. Голову я отобрал 250 грамм. Понимаю, что, возможно, для такой, скажем так, условно-фруктовой браги и много. Но уж больно мне не нравился этот запах. Все казалось, что это какой-то прелый изюм прет. Хотя сам изюм вроде так не пах. Я его попробовал. После разбавления у меня получилось, как видите, чуть более 4 литров. Самогона крепостью 42%. Я выждал 2 недели. Все хотелось, чтобы его вкус улучшился. Вчера попробовали. Ну, как сказать, не в восторге. Лично я не в восторге, как житель Юга России. Для меня это однозначно не чача. Ну, возможно, пока. Виноградная нотти проявляется в послевкусии и очень-очень далеком послевкусии. Изначально пахнет как-то, знаете, не особо приятно. Супруга даже сказала, что это сахарный самогон, что ли. Причем с таким удивлением, знаете, потому что сахарный самогон, который я сейчас делаю, он вообще не пахнет. Все удивляются. А тут как будто я принес ее, знаете, где-то из 80-х годов прошлого века. Ну, опять. Ну, в общем, запах ей не понравился. Изначально как бы, тут я соглашусь, не скажу, что пахнет сивухой, но чем-то таким тяжелым, завуалированным. Там, я не знаю, что-то напоминает, знаете, вот шелковицу, когда под деревом шелковица, что-то такое очень похоже. По сравнению с чачей, пьется довольно тяжеловато. Нет вот той легкости и эйфории, из-за которой мы так любим чачу все. Ну, вот пока результат такой. Принял решение оставить на два месяца. Все-таки, когда перегоняешь, чтобы крепость была 91, все раскрывается через два месяца. Уже неоднократно в этом убеждался. Так, через два месяца, значит, попробую. Сейчас что, конец марта, конец апреля, конец мая. Вот в конце мая и попробуем. Лето отпраздную. До нового сезона чаще будет еще далеко. Поэтому вот попробуем вот это. Поэтому не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить эту дегустацию. Также нажимайте на большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Напоминаю, что внизу в описании ссылки на все наши социальные сети, ВК, Дзенодноклассники и прочее. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий и участвовать во всех розыгрышах и других активностях. С вами был я, Дмитрий Трофетников и производственная компания «Добрый жар».